Рождество нашего Господа Иисуса Христа, как и любое событие в его жизни, любое событие, которое относится к его жизни, можно выразить и кратко. Можно говорить долго, и все равно не охватишь. Поэтому обычно те слова, которые посвящены данному событию в церкви, они наиболее емкие. Скажем, простое слово, которое поется в этот праздник – «С нами Бог». Оно удивительное. Если бы люди до него догадались, я думаю, они бы изменились, они бы не стали печальными и унылыми. «С нами Бог». Кто говорит эти слова? Эти слова говорят ужасные, страшные грешники. Как может быть с грешниками Бог? Если грешник приблизится к свету, если он приблизится к огню, он сгорит, он пропадет. Поэтому если бы грешники были поумнее, они бы этих слов испугались. Потому что именно я-то, знаете, как в суете, там еще чувствую себя хорошо, удобно. Среди всяких земных забот и безобразия чувствую себя, как рыба в воде. А подведи меня к святыне, я сразу устаю. Мне тяжело быть честным, мне тяжело быть любящим и так далее. И поэтому, если со мной Бог, я не выживу, так почему же радость? А ответ незаметный, может быть, для нас. Потому что Бог пришел нас помиловать. В этот день совершается его снисхождение. Все люди стараются вырасти, стараются усовершенствоваться. Бог спускается к нам. Его снисхождение заключается не в смысле какой-то нам жалости или сожаления о том, что мы жить не можем. Его снисхождение – это разделение с нами нашей жизни и нашей смерти. То есть этот день, когда Бог оказался доступен всем, даже самым страшным. И главное знамение, как говорит Евангелие этого праздника, то, что Бог повид, Он в пеленах. Бог всемогущий, необъятный, который везде, Он оказывается очень уязвим. Он младенец в пеленах, которого легко убить. И Он таким и остается. Это знамение о его кротости, о его смирении, что Он никогда не уклоняется от человека. В чем тайна дружбы? В чем тайна и прощения? Если мы с вами поругаемся, поссоримся, я уже невольно буду от вас защищаться, беречься. Буду осторожным. Если я вас простил, это означает, что я перед вами опять беззащитен, и вы можете меня предать, ударить, потому что я вам доверился. У меня все открыто. Вот так доверяется нам Бог. Именно поэтому Он и умрет. Сегодняшний праздник означает уже его неминуемую гибель на земле. Сегодняшний праздник – его доверие грешникам, которым потребуется не просто Бог, но Бог Воскресший. Он знает, что мы не способны к верной, подлинной, любящей жизни. Она есть только у Него. Сегодня приходит новый закон, который всегда только ради другого. Он Бог, Он богатый, а для себя Ему ничего не нужно. Собственно, Его жизнь, Рождество, нам открывает то, что здесь никогда не было. Каждый из нас, ну кто больше, кто меньше, а на самом деле все одинаково много, только для себя. И оказывается, что наш Бог, Он только для других. И если у меня нет места для Него верного, подлинного навсегда, Он обязательно умрет. Поэтому, так как не нашлось ни одного человека, который смог бы его сохранить, вот этот был крест. И рождается Он в пещере. Повивается Он пеленными, как перед смертью. Рождество и смерть Христа, они внутренние, они соединенные. Его решимость родиться – это великое свидетельство о том, что это решимость умереть за нас. Он, мы нужны Ему, и Он не отказывается от нас вплоть до смерти. И еще в церкви произносятся такие слова, что на земле мир, в человецах благоволение. Эти слова очень глубокие и сильные тоже. Мы легко говорим о добре. Древние люди были честнее нас. Когда один человек подошел к Христу и сказал «Учитель благий», Христос спокойно ему говорит, что «никто не благ, только Бог». То есть так обратиться к человеку нельзя. Так можно обратиться только к Богу. Потому что благо, которое исчезло, я могу быть добрым на пять минут. Я могу пойти навстречу ненадолго, не до конца. Добро, которое закончилось – это приманка, это страшная вещь. Мы боимся только зла. Несовершенное добро – смертно. И поэтому оно ужасно. Так что настоящее благо, оно жило только в Боге. И Рождеством оно приходит к нам. И Рождеством оно нас достигает. В людях появилось благоволение. Люди теперь могут захотеть благо. Той жизни, которая навсегда. Дружба, которая навсегда. И принимается она не каким-то своим усилием, она принимается признанием человека. Я здесь жить не мог. Мы здесь жить не могли. Спасибо, что ты нас выручил. Спасибо, что ты нас спас. Рождество – это явление на землю Спасителя. Имя Спаситель значимо только для того, кто пропал. Только для того, кто не может. Поэтому, конечно, это праздник торжества многих-многих людей. Я не говорю всех. С одной стороны, Христос отдает себя всем. Но, как говорит Рождество, когда появился царь, то многие встревожились и стали искать, как бы не было соперника. Только не слышали они, не чувствуют. Мы в своей жизни все время пугаем Богом, что Он накажет да рассудит. А ведь Бог про Себя говорит совершенно противоположное. Он говорит, мое царство совсем другое. Если хочешь быть первым, будь всем слуга. Это поразительно. Мы не замечаем, что только тогда мы приняли Бога подлинно, так как Он хотел себя открыть. Когда принимаем Его слугой, который умывает наши ноги, прощает грехи, избавляет от смерти. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok